Ольга Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Очень сложная формулировка, но тем не менее, мы будем говорить сегодня об этой проблеме, о насилии над женщинами. Насколько это злободневно сегодня для Хабаровского края? Эта тема вообще злободневна на сегодняшний день в мире и в России, в принципе. Ну и Хабаровский край тоже не становится исключением. Мы понимаем, что насилие над женщинами это тяжелая проблема, над которой нужно много работать. И это проблема, которую очень часто мы не озвучиваем, а замалчиваем. К сожалению, на данном этапе пока еще это происходит так. То есть очень редко женщины, страдающие от насилия, они обращаются к психологам за помощью? Большинство женщин, которые страдают от насилия, испытывают это насилие в семье. И раскрывать внутренние механизмы семьи, взаимодействия семьи для женщины бывает очень страшно. Ей кажется, что она находится в ловушке, что ей некому обратиться за помощью, что ей никто не может помочь. И она предпочитает оставаться в этой роли жертвы и терпеть столь долго, сколько она может. Причем, когда женщина, например, становится жертвой насилия физического, то это хотя бы ясно и понятно. Это могут заметить окружающие, родственники, близкие, соседи, друзья. Но есть и другие виды насилия, которые очень часто проходят сначала для жертвы, незаметно. Но, тем не менее, они также разрушительны и также несут в себе деструктивный компонент, который очень отрицательно сказывается на женщине, на человеке вообще. А может быть, еще причина в том, что женщина может с детства находиться в такой обстановке, она видит насилие с маленьких лет и, наверное, считает это нормой? Да, вот сейчас у нас открыт мониторинговый центр по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно со Следственным комитетом по Дальневосточному федеральному округу. И цель этого мониторингового центра – оказывать помощь детям, которые пострадали от насилия. То есть там различные виды и физическое насилие, и сексуальное. Когда совершено преступление в отношении ребенка, мы, естественно, приглашаем всю семью. И, например, если девочка была изнасилована, мы приглашаем маму, начинаем работать с мамой, и в большинстве случаев выясняется, что у мамы тоже есть своя история насилия. То есть она тоже когда-то это пережила. И, к сожалению, вот этот опыт мамы транслируют своим девочкам и передают его неосознанно, на подсознательном уровне. И большинство случаев это именно так происходит. То есть мама, например, терпела насилие или в семье, или тоже она была, например, изнасилована, или физическое насилие было к ней применено. И ребенок оказывается в такой же ситуации, когда он повзрослел, и вот в подростковом возрасте попадает в нее же. Поэтому мне хочется призвать женщин, которые перенесли это. Вам, может быть, кажется, что это было давно. Вам, может быть, кажется, что это было в детстве. Или в вашей юности. Или сейчас это с вами происходит. Но вам кажется, что вы можете терпеть. Подумайте не только о себе. Подумайте о том, что рядом с вами есть дети, которые, во-первых, это видят. Или которые ощущают, что у вас есть эта травма. Придите к специалистам, и вам помогут. Обратитесь. Например, можно позвонить по телефону нашей горячей линии экстренной психологической помощи. 30-70-92. Она работает круглосуточно. Можно для начала хотя бы просто поговорить по телефону с психологом. А затем уже понять, нужно ли мне это, приду ли я за помощью, или не буду я обращаться за ней дальше. А ведь, наверное, проблема еще и в том, что нет определенного доверия. Даже не доверия, а человек считает, что травма настолько глубокая, что уже никто помочь не может. Вот здесь нужно суметь развеять этот миф. Потому что психология – это все-таки наука. Это не просто бабушка нашептала. Есть, наверное, действенные методы для того, чтобы восстановить здоровье. Конечно. Причем это происходит достаточно быстро. Буквально за несколько сеансов жертва насилия начинает испытывать облегчение. У нее проходят эти отрицательные чувства. Она перестает чувствовать себя жертвой. Она может вести себя как активный человек и проявлять себя более ярко и естественно в этой жизни. Ну и, конечно, здесь нужно понимать, что жертвы насилия не виноваты, что они не доверяют. Они стали жертвами. И их насильники, неважно, применялось ли это насилие, это было эмоциональное, или это было насилие физическое, или это экономическое насилие, что тоже происходит в семьях. Например, когда женщина, как говорит, муж плохо себя ведет, недостаточно хорошо, а она домохозяйка. Он ей может оставить денег, а может не оставить денег. И это тоже насилие, это экономическое насилие. Потому что она понимает, что ей нужно кормить семью. И она вынуждена подстраиваться. Это такой способ давления. И когда человек попадает в эту ситуацию насилия, то он попадает под серьезный пресс. И, конечно, ему очень сложно кому-то довериться, кому-то открыться и начать рассказывать эту свою тяжелую болезненную историю. Но когда это происходит, в конечном итоге человек освобождается от этих чувств, и он благодарен за то, что он смог раскрыться, смог отработать эту проблему и идти по жизни дальше. И что еще раз я хочу подчеркнуть, очень важно, не транслировать эту проблему своим детям. С какими проблемами вам, психологам, еще приходится часто сталкиваться? Нам приходится сталкиваться очень часто с проблемами насилия эмоционального. Это то насилие, которое вообще невидимо. То есть кажется, что все благополучно. Например, замечательная семья, благополучные отношения. Но при этом женщина, например, чувствует постоянно себя под давлением, отношения холодные, отношения постоянного какого-то запугивания, травли. Невозможно находиться в этой ситуации ежедневно, и это очень страшно и тяжело. А представьте себе, если в этой ситуации находится ребенок. Для него это просто становится невыносимым. Потому что эмоциональное тепло, эмоциональная поддержка – это одна из естественных потребностей ребенка. И когда она не удовлетворяется, она просто угрожает его жизни. Каждый ребенок имеет право на ласку, на любовь, на поцелуй, на нежность, на внимание. Насилие может быть в части пренебрежения нуждами. Например, когда ребенок хочет заниматься, учиться, куда-то ходить, а родители ему препятствуют. Это тоже является видом насилия. То есть все там, где искажается воля человека, там, где деформируется его желание, когда воля другого человека становится сильнее, это здесь очень тонкая грань между насилием и родительским наставлением. Поэтому здесь тоже нужно быть очень внимательным и не перегнуть палку. А не получится ли от замкнутого круга, когда, скажем, эта женщина, которая страдает от насилия в семье от мужа, или дети страдают от насилия также отца, они пройдут определенный курс, они с ними поработают психологи, они получат определенное моральное и психологическое облегчение, но они возвращаются в ту же атмосферу. Дело в том, что жертвы насилия, они отличаются тем, что у них особое поведение. Мы так называем это виктимное поведение, то есть поведение жертвы. Они, например, женщина мне может рассказывать, что она сидела дома, и каждый вечер она прислушивалась к звуку, который, как подъедет машина. И по звуку подъезжающей машины она знала, в каком настроении придет ее муж, будет ли он ее избивать или нет. Она уже это понимала. И когда она прошла этот курс, она перестала сидеть и прислушиваться. У нее хватило сил, она пришла и сказала ему один раз, больше ты со мной этого не сделаешь никогда. Выбирая или я, или наша семья, или мы с тобой расстаемся, я пишу заявление в милицию. Она нашла в себе возможность обратиться за помощью к родителям, она нашла в себе возможность рассказать это им, и мужчина перестал это делать. На сегодняшний день у них хорошая, крепкая семья. И он это делал не потому, что он такой ужасный. Он тоже впитал модели поведения со своей семьи. Потому что мы понимаем, что страдает же не только жертва. Насильник тоже страдает. Это его модель поведения искаженная. Он по-другому не умеет. Ему тоже нужно учиться. И очень часто те, кто применяют насилие в семье, тоже потом обращаются за помощью к специалистам, получают эту помощь, и выстраиваются гармоничные, хорошие отношения. А если вы видите, что случаи уже реально запущены, там уже ничем не поможешь, какая-то патология может быть у человека, вы можете дать совет уйти от такого человека? Мы не даем советов уходить или оставаться. Это все принимает решение сам человек, который обратился за помощью. Но что касается, например, детей, если это речь идет о насилии в отношении подростков. Например, девочка-подросток была изнасилована. Об этом знает школа, среда и окружающие. У нас в нашем центре, вот при мониторинговом нашем центре, работают не только психологи, но и юристы, социальный педагог. Мы помогаем таким детям вплоть до смены места учебы. Мы помогаем им менять фамилию, если это нужно. Ребенок хочет забыть эту историю. Он ее прожил, с психологом отработал, он хочет оставить ее в прошлом. Она не хочет двигаться дальше вот с этим грузом. И мы помогаем. Юристы, социальный педагог ведут такого ребенка, поддерживают его в суде и после суда, чтобы эта тема была для девочки, например, закрыта, чтобы она могла нормально строить свою дальше жизнь. Мы делаем все, чтобы вот и социальное окружение ее было для нее комфортным, чтобы она могла адаптироваться. И вот эта тяжелая история не тянулась бы за ней всю ее жизнь. Вот что касается этих тяжелых историй, возможно ли освободиться от них на 100%? Или все-таки осадок, он будет оставаться? Их можно принять. Очень важно, что человек учится принимать это как опыт. Потому что любая тяжелая история, она не только ранит, но она и дает опыт. И она придает силы. И это то, чему учатся люди, которые попали в такие истории. Что теперь все-таки, несмотря на всю боль и тяжесть произошедшего, я стал сильнее. Я смог с этим справиться, я смог пережить это. И когда человек может вписать этот опыт в свою жизнь и сделать его просто частью своей жизни, своего опыта, он отпускает эту ситуацию и не возвращается к ней постоянно. Как будто бы что-то вырвано. Потому что насилие – это какой-то кусок, который вырван из контекста жизни. Он какой-то разрушающий. Когда он вписывается в жизнь, когда можно это принять, понять, простить себя за то, что я допустила, что со мной это произошло, простить того, кто это сделал со мной, и оставить это в прошлом, то можно освободиться от этого и не возвращаться больше. Ольга Олеговна, нет, конечно же, идеальных советов, но тем не менее остается немного времени. Вот какой совет Вы, как специалисты, дали бы? Совет, может быть, личного счастья? Потому что сегодня, на самом деле, очень мало счастливых по-настоящему семей, где есть взаимопонимание и уважение друг к другу. Самого главного чего не хватает? Самого главного? Мне кажется, что хватает всего, на самом деле. У нас много счастливых семей. Но мы часто зацикливаемся на мелочах и деталях. А есть что-то такое большое и главное, ради чего мы создавали эту семью. Есть любовь, есть дети, которые скрепляют уважение, доверие. И это большое главное, его на самом деле очень много, просто часто его не видно. И я хочу всем пожелать, чтобы вот это большое главное, любовь, доверие, ценность другого, зачем мы рядом, зачем мы идем рука об руку, чего мы хотим достичь, чтобы каждый в семье чувствовал это, и глядя на свою половину, он это понимал. Спасибо большое за интересное интервью. До свидания. До свидания.